Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Я хочу вам предложить послушать и посмотреть интервью Жданова Владимира Георгиевича Славянскому радио. Кто не знает Жданова и его видео антиалкогольные, смотрите просто непременно. Если в душу западет это короткое видео вам, я оставлю вам прямо под этим видео ссылку на его главное видео 2004 года, 4-часовое, но аналогов, поверьте, ему нет. И вот я советую вам его посмотреть, но даже кто смотрел много лет назад, пересмотрите. Это же видео, его интервью, раскроет себя где-то с 5-6 минуты. Будет очень интересно, поверьте, кто знает, что называется Жданова наизусть, тоже смотрите, потому что здесь очень-очень важные интересные моменты, о которых он в принципе никогда не говорил. Я очень рекомендую послать вам ссылку на это видео своим знакомым, друзьям, коллегам, может быть, кого-то это проймет и зацепит. По крайней мере, это будет тест на патриотизм, тест на порядочность и человечность, на живую душу, еще не убитую, не оскверненную. Вот прямо так я заявляю. Поэтому, чтобы убедиться и чтобы получить эту очень важную информацию, чтобы в душе, возможно, ваше что-то перевернулось, и поверьте, в лучшую сторону смотрите это видео целиком и пересылайте своим знакомым. Ну и, конечно, пишите свои комментарии под этим видео, ставьте обязательно лайки, чтобы продвигать его, и рекомендуйте его, чтобы YouTube подхватил, и это наше ведь общее дело, разнес его, что называется, в большое количество просмотров. Итак, слушайте, интервью начинается. В нем все-таки совесть прежде всего проснулась, когда я прочитал доклад Академика Углова, это всемирно известный хирург, о медицинских и социальных последствиях употребления алкоголя в СССР. Доклад был сделан в 81-м году, я его прочитал, в 83-м году он подпольно ходил по стране. Я даже не поверил, но Углов в этом докладе сделал вывод, что против нашего народа ведется страшная алкогольная война на полную деградацию и уничтожение. И кто не пропил стыд и совесть, вставай на защиту Родины. Я посидел, подумал, проверил все цифры, к ужасу моему они оказались все правдой. Посмотрел на судьбу родной деревни в Алтайском крае. В 83-м году ее наполовину убили алкоголем, сейчас уже убили до конца. Ну и я, естественно, начал активно выступать за прекращение политики спаивания нашего народа, за отрезвление страны. Вот, собственно говоря, с 83-го года, 40 лет, нахожусь на переднем крае этой борьбы. То есть я, когда прочитал этот доклад, я понял, что я молчать не буду, чего бы мне это не стоило. И буквально на следующий день был пленум общества знаний Академгородка. Обсуждали как раз идеологические вопросы. И выступал секретарь райкома и жевал резину, что надо поднять идейную работу еще выше. Кто хочет выступить? А у них уже список написан. А я член президиума общества знаний Академгородка, самый молодой, 33 года, сижу в президиуме рядом с трибуной. Я говорю, можно я? Все раз выскочка, ну иди. Я выхожу и говорю, чего поднимать? Жить нам осталось 20 лет. Народ наш уничтожает алкоголем. Вы посмотрите, что Углов пишет в этом докладе. Меня семь раз пытались согнать с трибуны, а зал кричал, говори, до конца. Ну, я пересказал Углова, рассказал о своей деревне, гибнущей в Алтайском крае. В общем, ну и вот с тех пор меня за рукав, расскажи нам, перескажи нам. Ну, вот так вот я и оказался на переднем крае борьбы за народную трезвость. Ну, естественно, сейчас я не один, это уж у нас мощное движение трезвенческое, которое идет вот от Углова. Союз борьбы за народную трезвость. 20 лет этот союз возглавлял Углов, а я был первым заместителем 20 лет у него. Ну, вот после того, как Федор Григорьевич на 104 году жизни ушел от нас, это в Санкт-Петербурге, меня избрали председателем союза борьбы за народную трезвость. И вот уже фактически, сколько было, прошло это уже 15 лет, я езжу по городам и весям, рассказываю людям правду. О той страшнейшей войне, которая ведется против нас с помощью алкоголя, табака и других наркотиков. Вот говорят, политикой, политикой не занимайся. Политика – это все, что касается судьбы миллионов людей. Все называется политика, понимаете? А алкогольная политика, политика спаивания – это самая страшная политика, которую тоже можно придумать. Индейцев в Америке за два поколения споили, понимаете? И все им внушали, что не лезьте в политику, понимаете? Пейте, как говорится, раз вам наливают, а там посмотрим, что от вас останется. Ничего не осталось. Точно такую же они решили аферу провернуть и над нами. На самом деле, конечно, нужна мощная государственная антиалкогольная политика. И, собственно говоря, все люди трезвые, все люди честные, патриоты, должны требовать проведения этой антиалкогольной политики в жизнь. Это раз. Что касается родителей и детей, то я всегда, когда собираются родители, родительское собрание, ну, вообще собираются люди, я спрашиваю, я говорю, скажите, пожалуйста, кто из вас хочет, чтобы ваши дети пили, курили, кололись наркотиками и в расцвете сил сгинули с лица земли? Поднимите руки. Ни одной руки не поднимается. Я говорю, вы знаете, я вот только что в школе учеников спросил. Дети, а кто из вас хочет, чтобы ваши родители пили и тоже ни одной руки? Понимаете, мы не хотим, чтобы пили наши дети, а дети не хотят, чтобы пили мы. Так не пора ли этот эксперимент уже прекращать, понимаете, по острию ноже ходить? Да, вот вы пьете культурно. Ну, так вы пьете, и вы всем говорите, что надо пить, надо пить, надо пить, ребенок и слышит, надо пить. А альтернативный рефрен – надо жить трезво. Вот я живу трезво, а живи трезво. Вот я 40 лет живу трезво, у меня семья вся трезвая, дети выросли трезвые, нашли трезвых молодых людей, две дочери, свадьбы трезвые сыграли, две внучки у меня трезвенцы, студентки растут. Мы трезвые люди, имеем шанс выжить в этой ситуации. А что касается алкоголизма, то по современным представлениям, алкоголизм имеет всего две стадии. Всего две стадии. Первая стадия называется психологическая зависимость от алкоголя. Психологическая. Это стадия, при которой человек говорит, как это так на Новый год без шампанского. Это алкоголик первой стадии. Причем зависимость эта, она просто страшнейшая. Попробуй его на Новый год, отбери у него шампанское. Да он там черт не знает, что сделает, понимаете? Вот какая зависимость. А вторая стадия, это уже физическая зависимость, когда уже абстиненция начинается, уже плохо и так далее. Вот и все. Поэтому если родители раз в год поднимают этот фужер с бока, они алкоголики первой стадии. И они своим детям подают прекрасный пример, что надо пить и не спиться. А гарантии, что дети, начав пить, не сопьются, нет никакой. Ни один алкоголик не собирался стать алкоголиком, понимаете? Ни один. Но вот это наркотик, и поэтому, как любой наркотик, судьба непредсказуема у человека при общении с этим наркотиком. Традиция называется «все то, что сохраняет народ, развивает народ». Вот это традиция. Когда индейцев в Америке в традицию ввели наливать и заливать в себя, то скоро от этих индейцев ничего не осталось, потому что это лже-традиция, она их и привела к гибели. Что касается 9 мая, алкогольная мафия оспаивает народ алкогольная мафия. Это производители алкоголя, продавцы алкоголя, это представители власти отдельной, которые крышуют этот бизнес на крови и смертях. Более того, это мафия мировая. Это мировая мафия. Почти все у нас заводы алкогольные принадлежат западному капиталу. Нам здесь смерть, а им доходы. Многие торговые сети принадлежат западному, опять же, нам смерть, им доходы. И во главе этой мировой мафии вот уже 300 лет стоит английский королевский двор. Он делит все сверхдоходы от продажи алкоголя, табака, наркотиков во всем мире. Поэтому мы, как говорится, на туда и работаем. И вот эта мафия алкогольная, она придумала очень много мифов. Мифов. Мы их так и называем мифы алкогольной мафии. Ну, первый миф алкогольной мафии, что русские пили всегда, так сказать, родились с водкой и помрут с водкой. На самом деле это абсолютно не так. Россия, Россия до 1956 года была самой трезвой страной в Европе. Самой трезвой страной в Европе мы были, понимаете? И только когда к власти укрепился и пришел пьяница Хрущев, алкоголик Брежнев, алкоголик Ельцин, вот тут вот и началась эта вакханалия, которая и привела нас сюда, к этой алкогольной катастрофе. Что касается фронтовых 100 грамм, я родился в первой половине 20 века, после войны сразу. И все мои дядья, дядья и деды, они все воевали, кто остался жив, ну, раненые, они вернулись. И я у них спрашивал на эту тему, я говорю, как это 100 грамм? Да я, говорит, ни разу за всю войну эти 100 грамм не видел. Не доходили они до меня. Это просто миф, понимаете, что на вступление 100 грамм брать, это явно ты сразу погибнешь на вступление. А в обороне никто их не возил. Но миф есть. И когда меня, я вот начинал выступать на эту тему, я помню, всегда кто-нибудь встанет и скажет, ну, а как же вывод, а ведь войну выиграли 100 грамм наркомовские. Я всегда говорю, я говорю, вы в армии служили? Да, служил. А вы кто по званию? Сержант. Я говорю, а я старший лейтенант запаса. Вот война начнется, я буду у вас командиром роты. Как вы думаете, как вы хотели бы, чтобы я вас на смерть приказ отдал трезвый или после 100, 200, 300 грамм вот этих наркомовских? Он говорит, ну, конечно, трезвый. Я говорю, ну, вот и весь ответ на ваш вопрос. Сколько горя алкоголь на фронте принес нашим войскам, это еще, так сказать, посчитать стоит. Не даром сейчас, вот во время этой специальной военной операции, категорически сухой закон в войсках на передовой. Потому что как только туда попадает алкоголь, это начинаются небоевые и вообще страшные потери, понимаете, связанные с алкоголем. Один сержант, выпивший, не пьяный, а выпивший, может погубить 10 солдат. Один выпивший пиво офицер может 100 солдат погубить, а выпивший генерал и всю тысячу, понимаете? Поэтому я хочу сказать, что вот сейчас, ведь мы выиграли войны, выиграли войны, ведь была интервенция иностранных государств в 1918 году, в 1918 году, сто с лишним лет назад. 14 стран Антанты плюс Америка, Япония напали. Так мы же их победили, а почему? Да потому что страна у нас была трезвая. Абсолютно трезвая армия и абсолютно трезвый тыл. Был сухой закон в стране в эти годы. Надо сказать, этот сухой закон отменили и в 1925 году. Троцкисты, кстати, злейшие враги нашего народа. Но тем не менее, все равно раскачать народ не могли, и мы в Великую Отечественную войну вошли трезвые. Тыл был абсолютно трезвый, тут было не до этого. И с трезвым тылом нам удалось обеспечить армию. Я хочу сказать, что сейчас мы воюем с НАТО, это страшный враг. И если мы не отрезвим тыл, если не будет трезвым тыл, то боюсь, что нам очень и очень трудно придется. Надо мобилизовать все ресурсы. А все, что мешает мобилизации ресурсов, а прежде всего мешает алкоголь. В этих ночных клубах сидят, пьянствуют, понимаете? Это молодежь с белыми билетами. Всю ночь пьянствовать, у них есть развратничать, у них здоровье есть, а родину защищать. У них, так сказать, здоровья нет, понимаете? Ну, что это за такое? Надо все эти гадюшники закрывать и переходить действительно на мобилизационное военное положение по части алкоголя. Это уж точно надо его убирать из нашей жизни. Ну, это ложная традиция, понимаете? Это ложная традиция. Вот, ну, этих самых на Западе, пидеросню это, ввели в традицию. Так они вымрут скоро, понимаете? Так это, что же это за традиция, которая ведет к гибели народа? У нас ведь согласно алкоголизации, у нас поэтому и отрицательная демографическая проблема. У нас сверхсмертность связана с пьянством, уменьшение рождаемости связано с алкоголизацией молодежи, понимаете? Уберите алкоголь, и мы очень много факторов отрицательных из жизни уберем. Жизнь изменится до неузнаваемости. Кстати, ведь в России был 11 лет сухой закон, с 1914 по 1925 год великолепнейшие результаты дал этот сухой закон в России. Кстати, про него тоже молчат, понимаете? Про пьяные традиции и всюду разговор, а про этот сухой закон, да и про трезвый период жизни помалкивает мафия, не дает рассказывать людям. Я, когда начинал выступать на эту тему по трезвости, я обычно вопрос встает и задает какая-нибудь полувражина, полувражина. Вот вы предлагаете у народа соску с водкой отобрать? Я говорю, да. А вы подумали, чем заменить? Куда народ денет время и куда народ денет деньги? Я говорил, ну, с детей начнут воспитывать, книги читать, ха-ха-ха, вроде алкаши будут детей воспитывать. Но вот спустя год я уже ждал этого вопроса. А у нас в Академгородке за год около 10 тысяч семей перешли на трезвый образ жизни под действием нашей пропаганды. Это 1984 год. Угловской пропаганды, вот то, что мы развернули. Это 40 тысяч человек. И когда мне задавали опять этот вопрос, я говорил, вы знаете, вот я раньше путался, а вот год как у нас живут 40 тысяч человек, 10 тысяч семей в Академгородке живут трезво. И вы знаете, ни один из этих 40 тысяч не подошел ко мне за этот год и не задал глупейший вопрос. Владимир Евгеньевич, скажите, пожалуйста, куда мне деть время? Или тем более, куда мне деть деньги? Есть проблема свободного времени для пьющего человека? Да, есть, конечно. И звучит так, как свободное время убить? Вот как его убить с бутылкой, с пивом, понимаете, в баре? Убить свободное время? Есть проблема свободного времени у трезвого человека, у нас с вами? Да, есть. Где взять? Где взять? Вы мне дайте еще 24 часа в сутках, и я найду, как использовать для себя, для семьи, для страны их использовать. То есть я еще раз говорю, любой вопрос, который задают людям, эта мафия, этот вопрос внедрила людям в голову, что ни в коем случае все, что угодно, только не сухой закон. Вообще запретительные меры ничего хорошего не дают. Особенно в демократическом государстве. Я говорю, вы знаете, я недавно перечитал уголовный кодекс Российской Федерации. Вот такой вот том. И сплошь одни запретительные меры. Ни одной разрешительной. А по 15 статьям до сегодняшнего дня смертная казнь предусмотрена. Так давайте отменим. Ну, раз запретительные меры ничего хорошего не дают. Давайте отменим уголовный кодекс. Хочется ему людей убивать. Да пусть убивают. Зачем запрещать? Хочется девочек насиловать. Да ради бога. Запретный плод же сладок. Да что за ерунда. Общество это и есть запреты, которые оно на себя налагает, соблюдает. А за нарушение некоторых запретов сурово наказывает. Не-не-не, уголовный кодекс оставим. А вот с алкоголем никак нельзя. Я говорю, я вас могу порадовать. У нас в стране 100 лет действует сухой закон за рулем. Сухой закон за рулем. Каждый нетрезвый водитель должен быть наказан. Лишен водительских прав и крупно оштрафован. Это и есть сухой закон. Наказание за алкогольное одурманивание. Ну, давайте отменим, раз сухой закон ничего хорошего не дает. Что будет? А я скажу, что будет. Сейчас по статистике у нас в стране 1% водителей за рулем ездят пьяные. Но этот 1% пьяных водителей дает 24% всех тяжких ДТП и 56% смертей на дороге дает 1% пьяных водителей. Отмените сухой закон. Да каждый второй пьяный за руль полезет. Нас попередавят, правда? Надо бы ужесточить, как в той же Америке. Сколько гадостей из Америки. А ведь все, что хорошего от нас скрыли. В Америке пьяный за рулем ЧП национального масштаба. Если в каком-то штате ловят водителя пьяного, первая конфискует машину. Сразу все, машины нет. Потом кутузка. Потом ему суд. Потом гигантский денежный штраф. И на усмотрение судьи на 10 или на 20 лет лишение водительских прав. Давайте введем. Сел пьяный за руль. Конфискуем машину. Я уверяю вас, первые 10 машин конфискуем. 11 тысячу раз подумает садиться пьяным за руль. Работают, работают запретительные меры. Нет, вот вы уберете, а люди перетравятся суррогатами. Люди, откуда этот миф пошел? А я скажу, откуда. В 32-м году, спустя 7 лет после того, как отменили сухой закон, надо было как-то идеологически развенчать сухой закон. И за это дело взялись два так называемых ученых по фамилии Гуревич и Залеский. И вот эти два ученых проанализировали якобы итоги вот сухого закона, который был в России. Проанализировали. И они там пишут, как можно вводить сухой закон, если после введения сухого закона в Петрограде смертность от суррогатов выросла в 8 раз. В 8 раз вы! Да это только идиоты типа Академика Углова и профессора Жданова могут призывать к сухому закону. Кстати, они дают ссылку на книгу доктора медицины Александра Мендельсона, которая была издана в 1916 году, называлась «Итоги принудительной трезвости». И дают ссылку, что эту цифру они взяли из этой работы Мендельсона. Мы, думаю, врут. Врут Гуревич и Залеский. Ну, врут. Разыскали мы в Ленинской библиотеке книгу Мендельсона «Итоги принудительной трезвости». Открываем страницу. Не врут. Не врут, сволочи. Истинную правду говорят. Они приводят там таблицу, Мендельсон. Пока не было сухого закона, за год в Петрограде от водки умирало 293 человека. А от суррогатов умирал один. Ну, какой смысл был от суррогаты, когда водка на всех углах? Как только ввели сухой закон, на следующий год от водки 0 умер, а от суррогатов 8. Восемь раз смертность. Так надо же сравнивать-то. 293,8, понимаете? Вот вам, пожалуйста, идет какой, на каком уровне идет подвох-то. И вот все так, вот за что ни возьмись, распространение алкоголя в обществе всегда основано на лжи. Всегда, понимаете? И все, что вы слышали, знаете, хорошего, полезного про алкоголь, знаете, это ложь раз и навсегда. Это ложь и никакой правды нет, если вы хорошее что-то слышали и вам это внушили. Каждый человек, который употребляет алкоголь, он чувствует свою ущебность. Он понимает, что он что-то не то, не хорошее делает. Ну, и как всякий человек, ищет этому оправдание. Ну, а как же? Ну, а вот этот вот там пьет, понимаете? А вот этот сказал, что надо выпить. А вот Суборов сказал, который, кстати, сам был трезвенник, идеальный, всю жизнь никогда в рот ни капли не брал. Ну, то есть подтягивают любые авторитеты, чтобы оправдать свой порог. Но самое страшное, конечно, это то, что со всех экранов идет у нас надо пить. Надо пить. Надо пить культурно, надо пить умеренно, надо пить хорошие вина, надо пить свои вина, надо пить водку своего водочного завода, а не импортного, понимаете? Надо пить, надо пить. Кому говорят, что надо пить? Люди, которые пьют, они уже и так знают, что надо пить. Это детям нашим трезвым со всех экранов говорят, что надо пить. И если мы не поменяем, не запретим это словосочетание, которое ведет просто к геноциду нашего народа, что надо пить. Если мы не заменим на фразу «надо жить трезво», в любом случае надо жить трезво, то мы, как говорится, обречены будем. Кстати, вот трезвые люди с людьми пьющими, с алкоголиками, они отличаются только тем, что эти всюду говорят, что надо пить и убеждены, что надо пить и пьют. А трезвые люди всюду говорят, надо жить трезво, сами убеждены и сами живут трезво. Трезвый образ жизни ведут. То есть человек, чтобы начал употреблять наркотики, надо ему вложить программу, что надо употреблять наркотики. Попробуй, иди, на, попробуй. Попробуй, так сказать, употреби культурно, умеренно, не умрешь сразу, понимаете, и все, все, все. И человек в это дело втягивается, а алкоголь и табак – это самые страшные наркотики, они пущены в свободную продажу. Те-то наркотики запрещены, все-таки как-то там ловят наркодельцов, то эту мафию алкогольную и табачную никто не трогает. Вы знаете, когда мы вот с отцом Тихоном Шевкуновым сделали вот эту программу «Общее дело» на Первом канале, показали два фильма с две недели, и две недели показывали наши ролики, трезвые, основанные на нашем материалах. Вы знаете, результаты превзошли все наши ожидания. За эти две недели мы получили более 40 тысяч отзывов от молодежи по интернету со всех концов страны. Огромное спасибо, открыли глаза, вышли на ваши сайты, убрали алкоголь, табак из жизни, девчонкам запретили эту отраву употреблять. И в результате вот этих двух недель показа, в марте месяце, а это был конец января, в начале февраля, в марте месяце продажа алкоголя в России обвалом сократилась на 21%. Да вы дайте нам в руки телевидение, чтобы мы навели там порядок, понимаете, и людям рассказали правду об этом страшном оружии массового уничтожения нашего народа об алкоголе. Как люди узнают эту правду, они же не враги своим детям, правда? Они сразу и сами откажутся. Ну а те, кто не откажется, перекроем им этот кислород и все. Ну ладно, да, будут там кто-то что-то. Ну а основная масса будет жить трезво. Отец Тихон, он рассказывает, я, говорит, полгода у себя ходил в лавке и смотрел, как продаются в лавке в храме диски какого-то бородатого профессора Жданова. Ходил, потом спрашивает, что за диски? А продавец говорит, да вы знаете, народ берет и очень хвалит. Ну когда ему попало мое выступление, в одном из храмов Москвы был такой отец Смирнов, он приглашал меня и назывался он «Алкогольный террор против Святой Руси». А отец Тихон, он патриот, он говорит, я два часа не мог от экрана оторваться, компьютера. Всю ночь не спал, молился. И вот на следующий день меня находит и говорит, Владимир, самая страшная проблема для русского народа алкоголь, проблема жизни и смерти. У меня, говорит, есть возможности, а он сам киношник, и у него при монастыре Сретенском епархиальная киномастерская. Давайте снимем несколько фильмов, несколько роликов. Я, говорит, добьюсь, я добьюсь, чтобы Первый канал это показал. Ну и вот мы, собственно говоря, с ним и начали это делать. У меня сняли несколько фильмов. Как назовем, я говорю, давайте, батюшка, назовем, «Отрезвление России – общее дело». Ну он человек мудрый, подумал, не будем, говорит, сразу этого беса за хвост хватать, давайте просто общее дело. Я говорю, ну хорошо, пусть будет общее дело. И вот сейчас огромная молодежная организация общественная по всей России – общее дело. Молодые ребята, девушки, юноши, студенты идут в школы, проводят уроки трезвости, проводят трезвые мероприятия, трезвые свадьбы. Ну то есть идет эта работа. Но нужна государственная политика. Чтобы вот этой мафии алкогольной шею скрутить, нужна государственная политика, понимаете, политика отрезвления. Были у нас антиалкогольные бунты, были это крестьянские бунты. Но прежде всего они были связаны с тем, что вот эти иудеи, которые торговлей алкогольной занимались в России, они заплатили 30 тысяч золотом царю за право спаивать народ. И они открыли кабаки во всех деревнях и начали крестьян спаивать. И что самое страшное, они начали крестьян спаивать в долг, понимаете. Завели долговые книги, в любой момент заходи, тебя нальют, запишут, запишут, запишут. И в результате крестьяне оказались рабами у этих шинкарей, понимаете. Они на 10 лет вперед урожай и все пропили, что можно было пропить. И крестьяне, так сказать, понимая, что это братство, 16 губерний поднялись против этих шинкарей, разгромили шинки, поубивали кабачиков. Самое главное, сожгли вот эти книги. Более того, царь вынужден был войсками подавить эти бунты. Так вот эти шинкари, они брали и в ведрах возле дороги водку ставили, пейте. А народ пить отказывался, представляете? Вот как достали они. Ну, видите, мафия тоже нам как-то снисходительность к пьющим людям, она внедрила в наше сознание. Вот он, да, ну да, да. Особенно стараются вот эти вот хохмачи. И они все потомки вот этих самых шинкарей. И шутки про алкоголь вызывают бешеный хохот в зале, понимаете. А знаете почему? Да если ты опасное сделаешь смешным, оно уже не таким опасным и будет, понимаете. Это очень важная их идеологическая задача. Это все опасное в смех превратить. В посмешище, понимаете. И тогда все, и люди тогда и не задумываются. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. А на самом деле это оружие, которое намного страшнее всех американских оружий, которые сейчас против нас стоят. Намного страшнее. По миллиону в год убивают у нас в стране. По миллиону в год у нас убыток идет во всех русских областях. Превратить опасное в шутку, в смешное, это значит отвлечь народ от осознания опасности этого дела. Вот и все. Ну что мы можем сделать, если за 40 лет государство ни копейки не дало на трезвенческое движение? Ни копейки. Наркологам, которые вообще результат ноль у которых есть, понимаете. Им миллиарды идут, а на трезвое движение ни копейки. Наш союз борьбы за народную трезвость принципиально не регистрирует. Вот я про наш союз борьбы за народную трезвость расскажу в очень интересный пример, чтобы вы поняли, что это такое. В 1994 году я начал проводить курсы по естественному восстановлению зрения. А у нас в Новосибирске один наш соратник, полковник ФСБ, трезвенник тоже, и он говорит мне, слушай, давай проведем мы, а он знал, что у меня восстановление, у меня наполовину там отрезвление, то есть я людей отрезвляю на этих курсах, которые за глазами приходят. Он говорит, у меня молодые ребята на пиво подсели, 1994 год. Давай, говорит, по зрению, я их туда всех загоню, а ты им мозги прочистишь и насчет пива. Я говорю, ну давай, а где? Он говорит, давай в доме офицеров. А дом офицеров это самое удобное место, две линии метро в Новосибирске пересекаются на доме офицеров. Я говорю, а кто меня туда пустит? Я говорю, начальник дома офицеров, полковник Куколкин, мой приятель, пустит. Пиши бумагу. Я написал бумагу и отнесся туда в дом офицеров. Неделю жду, нет ответа. Я звоню, я говорю, слушай, Лукич, что за ерунда? Вроде не отвечает твой Куколкин, а надо же рекламу давать. Сейчас узнаю. Наутро мне звонит и говорит, ты что, Владимир Юрьевич, с ума сошел? Я говорю, а что такое? Ты, говорит, написал письмо на официальном бланке Союза борьбы за народную трезвость. Я говорю, ну я же хотел как солидней. Он говорит, какой я солидней? У нас это 1994 год, ельцинский разгар ельцинизма. У нас, говорит, во всех министерствах сидят американцы и руководят работой всех министерств. В том числе у нас, ФСБ, сидят кураторы из ФБР и ЦРУ и руководят деятельностью нашего ФСБ. И они, говорит, нам разослали объективочку под названием «Самые опасные общественные организации для ельцинского режима». Ваш Союз борьбы за народную трезвость на первом месте стоит, представляете? Они ясно и четко, они четко, как индейцев, нас собирались споить под руководством Ельцина. И на этом все с нами покончить безо всякой войны. Единственная организация, которая поперек горла им стояла, это Союз борьбы за народную трезвость. В 2012 году, в октябре месяце, были три даты. Это освобождение Москвы от поляков 400 лет, 200 лет Бородинской битвы, ну и этот самый. И у нас в Новосибирске устроили, ЛДПР в основном там участвовал, этот самый полковник бывший, устроили русский марш. Этот русский марш шел по улицам Новосибирска где-то около часа. Участвовало, наверное, где-то около 10 тысяч человек в этом русском марше. В основном молодежь, 18, ну до 30 лет. И я шел в этом же марше. И вы знаете, они шли, все эти вот 10 тысяч человек, скандировали всего лишь одну эту самую кричалку. Который с мегафоном говорил, говорит на все. «Алкоголь убьет тебя, все хором, алкоголь убьет тебя, алкоголь убьет страну, все алкоголь убьет страну, хватит пить, начни с себя, против нас ведут войну, против нас ведут войну». А в оцеплении стояло 1020 милиционеров и этих вояк, чтобы там с народом не было, вроде якобы никаких эксцессов. У них глаза у всех на лоб. А если видели какого-нибудь с пивом человека, то говорили, папа пил, сын дебил, папа пил. Вот вам результат. Новосибирск, понимаете, трезвые, молодые люди, они ясно и четко понимают, что алкоголь убьет тебя, алкоголь убьет страну. И хватит пить, начни с себя, против нас ведут войну. Вот это, я считаю, результат. Ну, я бы хотел сказать, что-то святое у человека, если в душе есть, то он найдет себе силы отказаться от этого пойла, понимаете, святое. Вот почему наша пропаганда так действует на молодежь. Вот почему мои лекции, когда я читаю молодежь школьникам, студентам, почему она доходит до них, и они после этих лекций перестают употреблять. Да потому что мы, в отличие от наркологов, которые приходят и жуют резину, что капля никотина лошадь убивает, а стакан водки печень разрушает, да плевать молодежь хотела и на каплю никотина и на свою печень. У них не такие проблемы. Но когда приходишь к молодежи и говоришь, молодежь, страну нашу уничтожают алкоголем, сволочи. И какова ваша позиция будет? Вы что, вы выберете, где вы будете, на какой стороне баррикад? Вот это действует. И вот говорят у нашей молодежи на первом месте деньги, там карьера, там развлечения, жизнь. На первом месте всегда у нашей русской молодежи была родина. Родина, она всегда на самом первом месте. И я все время вспоминаю 14-летнего Пушкина, который написал, ну, бессмертные строки. Пока свободою горим, пока сердца для чести живы, мой друг, отчизне посвятим, души прекрасные порывы. Поэтому, я думаю, каждый человек найдет зацепку в душе, что-то святое. А Родина – это самое святое, что есть у нас в душе. И вон, как говорится, вы знаете, истинно русские люди, они всегда поддерживают трезвость. А вот враги точно сразу начинают визгом визжать это все, надругательство, свобода и прочее. Я уже их научился сразу отличать этих людей, сразу. Особенно начальники. Начинаешь с начальником на эту тему говорить, о, да, 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 ну, чувствуется наш человек. А начинаешь сразу, да, ну, да бросьте, ну, все ясно. Либо ему заносят пакет с деньгами, это бодочная мафия, понимаете, либо он совладелец данного завода, и ему, как говорится, вся наша деятельность поперек его кармана стоит. Это вообще тест, тест на патриотизм. Вот с любым своим знакомым начни говорить о трезвости, и сразу поймешь, что у него в душе. Гниль, понимаете, продажная за деньги, либо он русский человек, душа у него, он понимает, что да, народ надо спасать. А спасать надо как? Себя спаси. Сам спасешься, вокруг тебя спасутся тысячи. Спасибо вам, славянскому радио родному, за то, что вы большую работу тоже. Давайте эти темы как-то поддерживать, потому что официальное телевидение напрочь куплено мафией алкогольной, контролируется. Там слова правды не скажешь. А на своих альтернативных каналах мы можем людям рассказывать правду об алкоголе, этом страшном оружии массоуничтожения русского народа. Ну что ж, дорогие товарищи, я надеюсь, вы просмотрели, прослушали. Под этим видео, которое вы сейчас еще смотрите, я надеюсь, ссылки я оставлю самые важные на мои лекции антиалкогольные и на главную лекцию Жданова 2004 года. Включайтесь в эту священную борьбу против поганой алкогольной мафии и глупости, и подлости, и черствости человеческой. Говорите всем, что не алкоголизм проблема, а именно алкоголь, не мера проклятая лукавая, которая не существует, а сам наркотик, этиловый спирт, посмотрите ГОС-72 года. Приводите в пример академика Углова Павлова Бехтерева. Обязательно давайте в связке это видео короткое, чтобы людей зацепить. Длинные видео не все будут смотреть, а потом прям говорите, если зацепит хоть как-то, смотри, мол, вот это видео 2004 года алкогольный, табачный и наркотический террор против Святой Руси. Вот такое название длинное, очень сильное видео аналогов, которому просто нет и уже никогда не будет. И помните, самое главное, трезвость норма жизни. Алкоголю места в обществе нет и быть не может.